Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди. Иногда меня бросает в сторону конспирология. Поэтому давайте сегодня пороемся в теориях заговора, которые уже давно сидят в моей голове, и я только сейчас наконец-то созрел. Хорошо или плохо для биткоина то, что существует БАКТ? Причина, почему я опять вспомнил об этом вопросе, заключается в росте объемов торгов БАКТ. Все началось с подъема до 10,3 миллиона долларов за 25 октября. Далее 8 ноября был побит рекорд в 15,6 миллиона долларов, а 12 ноября объем составлял почти 13 миллионов баксов, что по курсу того дня было приблизительно 1750 биткоинов суточного объема торгов. Вчера объем тоже неплохо вырос. Очевидно, что БАКТ привлекает все больше внимания с момента запуска. Если кто не знает, то Open Interest это, грубо говоря, количество незакрытых сделок. Интересно заметить, что некоторые другие регулируемые продукты похожего функционала, такие как, например, фьючерсы CME, начиная с августа этого года, переживают падение Open Interest на фоне роста БАКТ. Однако даже несмотря на это, последние цифры выглядят все равно куда более внушительно. 192 миллиона долларов у CME против 8,6 миллиона у БАКТ, что приблизительно в 22 раза больше. Я с самого начала запуска CME фьючерсов был настроен против них, так как считал и считаю до сих пор, что такие фьючерсы являются очередным способом спекулировать ценой биткоина. Учитывая, что самим биткоином даже не обязательно обладать, просто торгуешь контрактами на биткоин. Именно так и происходят сделки на CME, которые ориентируются в основном на крупных инвесторов. Нормальный такой рычаг, который можно рулить рынком, как вздумается. О чем тут можно говорить, если сам Лео Миломед, председатель компании CME Group, торжественно заявил «Мы приручим биткоин». А затем Федеральный резервный банк Сан-Франциско публикует свое исследование, в котором подытожил «Стремительный рост и последующее падение цены после запуска фьючерсов не является совпадением». Но Бакт типа всех спасет. Такие люди, как Джеффри Шпрехер и Келли Лофлер, которые владеют Нью-Йоркской фондовой биржей и межконтинентальной биржей Айс, короче говоря, большие жуки с Уолл-стрит, пришли к нам и сказали «Мы спасем биткоин запуском Бакт». Ну и на первый взгляд все просто отлично, все в восторге. Наконец дождались этот институциональный продукт, который практически заставляет больших крупных покупателей ворваться в игру. Однако не все было так гладко, когда впервые начали переносить запуск этих новых фьючерсов с физической поставкой биткоина. Тем не менее, пройдя все невзгоды, уже в августе Келли пишет у себя в блоге следующее. Наши контракты уже получили зеленый свет от CFTC, уже начались тесты. С одобрения Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк на создание кастодиана Бакт Траст Кампани, Бакт будут хранить биткоины для физически поставляемых фьючерсов. Бакт становился все более сексуальным в глазах заинтересованных лиц, в том числе и в наших с вами. Однако я попытался отбросить эти похотливые эмоции в сторону и, наконец, вглянуть в глаза настоящего Бакт. Чем он являлся и чем является до сегодня? Не хочется быть просто ютубером, который читает заголовки сегодняшних новостей. Хочется копать, ведь среди кучи заголовков есть множество фейковых, направленных на формирование нужного настроения у людей, чтобы потом манипулировать и зарабатывать. Как вот это, например, институционалы становятся в лонг-позиции по биткоину. Высокие объемы Бакт связаны с тем, что институционалы начинают открывать лонговые позиции по биткоину. Лонговые позиции, значит, ставят на рост. Но если речь идет о росте объемов Бакт, почему они подкрепляют свои слова отчетом с рынка фьючерсов Сиеми, а не Бакт? Почему? В этом нет никакой логики. Причем здесь Сиеми вообще? Тем не менее, множество крипто-ютуберов узрели в этой новости скорый памп. И вот я нарисовал эту фигуру. Этот паттерн называется... Ты думал будет рост? Наеба! Сейчас я сорву розовые очки с глаз тех, кто верит, что Уолл-Стрит хочет помочь биткоину. С какого перепуга они должны ему помогать? То же самое, что и с золотом, чей курс они искусственно занижают с помощью фьючерсов, они хотят делать и с биткоином. Но уже с помощью Бакт. Еще один продукт, направленный на сохранение доминирования доллара США в мире. И мои подозрения по отношению к Бакт начались сразу же, когда они не дали никаких публичных адресов своего Бакт Warehouse Custody. То есть склад, на котором они будут хранить биткоины клиентов. Даже после его запуска это было очень странно, учитывая то, что они обещали держать биткоины для физической поставки фьючерсов. Покажи эти адрес? Не показывают. Поэтому я решил покопаться и нашел следующую, очень подозрительную информацию. 29 апреля, практически в начале мая 2019 года, Бакт приобретает криптокастодиан и заключает партнерство с Бенни Мелон по хранению ключей. Я нашел, что это за кастодиан такой, который был приобретенный Бакт. Он называется Digital Asset Custody Company или же DACC. Мало того, что Бакт приобретает этот кастодиальный сервис, такие разработки на нем проводились еще до приобретения. И абсолютно все, что мы хотим в первую очередь узнать о компании для DACC, является загадкой за тремя замками. Например, нет никакой информации о том, как хранятся средства и как эта компания вообще работает. На поверхности ответа вы не найдете. Мы можем узнать, если захотим, что DACC была создана в августе 2017-го неким Мэтью Джонсоном. Копаясь дальше, мы узнаем, что на пару с ним компанию создавал еще и некий Даг Швенг, который сейчас и возглавляет DACC. У нас есть фотография Мэтью Джонсона, которую я и попробовал найти в гугле. И ничего не нашел. По имени тоже ни одной фотографии того самого Мэтью нет. Поэтому я просто ввел их имена и обнаружил лапку NAC, наша команда. Перешел по этой ссылке и вот они, Мэтью и Даг, собственными персонами. Переход по фотографии и мы находим его страничку в социальной сети LinkedIn. И теперь он никак от нас не отвертится. Мы видим, что с мая 2019-го и по настоящее время он работает в БАКТ, специалистом, отвечающим за найм, обучение, процессы и успешное выполнение проектов. Что касается Дага, этот парень скрывается лучше ниндзи. Остается вопрос, а кто такие лапка NAC? Заметьте, NAC, Нью-Йорк, тот самый город, в котором находится та самая нью-йоркская биржа. Чувствуете, как пазл начинает собираться? Лапка NAC, это строители, в частности венчурные строители. Партнеры лапка успешно проходят путь воплощения инновационных идей в компании от начала и до конца. И после создания таких успешных бизнесов, они решили использовать свои ресурсы, чтобы испытывать подобные достижения снова и снова. Присоединяйтесь к модели венчурного строителя. Да, вы правильно поняли, эта компания строит, то есть создает продукты для других компаний. И я даже не сомневаюсь, что это приобретение и строительство было в процессе, возможно, уже долгие годы. Так как Мэтью теперь работает VP в Бакт и одновременно с этим является партнером лапка в Нью-Йорке. Просто мастер на все руки. Также мы узнали, что скорее всего Бакт приобрел DACC за 11 миллионов долларов, что очень, очень дешево, как для институционального кастодиального продукта. К примеру, если сравнивать, Кайнбейс купил похожий кастодиальный сервис в 5 раз дороже. И совсем недавно мы получили сообщение от Бакт. 12 ноября компания официально получила разрешение на деятельность от Управления финансовых услуг в штате Нью-Йорк. Теперь Бакт официально влетает в кастодиальный рынок, и их Бакт Warehouse Custody теперь открыт для всех институциональных клиентов, а не только для тех, кто торгует фьючерсами. И теперь я задаю главный вопрос, который почему-то никто не задает. Он касается их кастодиального сервиса, вот этого Warehouse Custody. Зачем создавать независимый склад, называемый Бакт Warehouse, которым Бакт абсолютно полностью владеет, и который еще и связан какой-то доставкой-поставкой, называйте как хотите. Почему нельзя быть самым обычным и привычным фьючерсным продуктом с физической поставкой, где этим продуктом обычно владеет третья сторона? Так сделано в случае с хранилищем золота, или даже, скажем, скотоводческого участка. Сравнение грубое, но понятное, типа вы храните золото в хранилище, оно принадлежит вам. А может это вообще революция? It's revolution, Джонни? Может они нашли какую-то синергию между товарами и акциями? То, что англоязычные трейдеры называют stock market и commodity market. Бакт придумали эту революцию, где биткоин будет держаться как сертификат акций и доставляться по запросу, куда вам нужно. Как вот этот вот сертификат акций у Вилсакома. Если вы посмотрите этот документ, опубликованный Бакт об их кастодиальном решении, вы найдете следующий абзац. Бакт привносит федерально регулируемое раскрытие цены на рынок биткоина. Бакт это возможность физической поставки и надежного регулируемого хранения. Очень вкусно выглядит это на тексте, как будто это и есть фьючерсный контракт с физической поставкой. Это вызывает просто экстремально бычий настрой. Дальше мы видим следующее. Биткоины клиентов будут храниться в Бакт Вэрхаус, в складе который управляется трастовой компанией с ограниченным назначением. Читайте между строк, контролируется самими Бакт. Также Бакт предоставляет упрощенный доступ к торговле с помощью WebEyes, ISV и API. Упрощенный доступ к торговле. Вот в чем загвоздка. Доступ к торговле, не доступ к доставке. Где же эта доставка физического биткоина? Как долго она происходит? Как она вообще происходит? Когда вы, Бакт, доставляете мне этот физический биткоин, как много времени мне нужно будет ждать, чтобы получить этот сертификат? Как много времени занимает конвертация этого сертификата в биткоин? И после этого, как долго мне нужно будет ждать, чтобы получить его на свой личный биткоин адрес? Еле-еле воздуха хватило, чтобы задать этот вопрос на одном дыхании. И несмотря на то, что любой другой продукт или товар, контракт на который физически доставляется в регулируемом мире, обязательно ответит на эти вопросы в доступной форме, информации об этом, касаемо биткоин фьючерсов с физической доставкой, вы не найдете нигде. Бакт, где же эта информация? Единственное, что они могут вам показать, это какой-то цикл доставки. Но там нет ответов ни на один поставленный мною вопрос. Да и как мы можем видеть, вся доставка заканчивается в их складе Backed Warehouse. Никаких вам личных кошельков и доставок биткоина. Только склад, который полностью контролируется не вами, а ими. Если говорить о других фьючерсных контрактах с физической поставкой, то у вас обязательно будет так называемый Futures Commission Merchant. Также известный как комиссионный торговец с фьючерсами. Это фирма или брокер, которая получила лицензию комиссии по срочной товарной торговле и совершающая биржевые сделки от имени своих клиентов. Также у таких брокеров имеются знания и в процессах самой доставки. Но вы не найдете ни одного такого, кто имел бы хотя бы какое-то представление, как вы получите свой биткоин от Бакт. От Futures Commission Merchant у Бакт есть только какая-то брошюра, которая, как вы правильно поняли, ничего не поясняет. Складывается ощущение, что Бакт и их склад хранения биткоинов это то самое место, куда вам нужно отправить биткоин, если вы больше никогда не захотите его вернуть обратно. Это место, куда вы можете прибыть, но откуда не можете выбить. Но только в том случае, если вы не рассчитываетесь в долларах. Если вы хотите узнать об этом побольше, вас отправят «Fuck you». Часто задаваемые вопросы, в которых опять никаких ответов нет. Поэтому я отправил им вопрос об этом на почту. И в итоге я не могу зайти на их долбанный сайт. Ни с компьютера, ни с планшета, ни с ноутбука, ни с телефона и даже ни с телевизора. Владелец этого сайта заблокировал вашу страну, регион или IP-адрес от посещения этого ресурса. VPN не помог, если что. И последний гвоздь, который торчит из стигматов Келли Лофрер, это президент Соединенных Штатов. Я не знаю, как можно было допустить такое палево. Дональд Трамп объявил о составе президентской делегации, которая планирует посетить финальный матч женского чемпионата FIFA 2019. Это все неинтересно, листаем вниз и видим следующее. В составе будет Келли Лофлер, исполнительный директор Бакт. Вот тебе и не фанат биткоина. От меня не скроется даже президент Соединенных Штатов Америки. Уж больно заметные вы оставляете следы после себя, господин президент. Ну а меня зовут Богатейший Ди. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте. И обязательно богатеете. До скорого. Что по курсу того дня было приблизительно 1700-500... Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok